Актер, писатель и режиссер Иван Ахлобыстин состоит в браке с актрисой Оксаной Арбузовой уже более 24 лет. История их знакомства полна романтики. Будущие супруги встретили друг друга в Доме кино во время Московского фестиваля. Это была любовь с первого взгляда. Иван так засмотрелся на Оксану, что врезался в дверь, а потом воскликнул «Ты будешь моей!». Вечером они встретились снова и уже больше не расставались. Он взял меня за руку и больше не отпустил. Откровенничает Оксана. На знакомство с родителями невесты Ахлобыстин явился абсолютно неподготовленным в грязных кедах, неопрятной одежде и с букетом полевых ромашек. Но благодаря природному обаянию ему удалось произвести приятное впечатление. Свадьба влюбленных прошла более чем скромно. У молодых не хватало денег даже на подачу заявления. Незадолго до знакомства с будущей супругой хулиган Ахлобыстин попал в аварию и милиция отобрала у него документы, поэтому все деньги пришлось отдать на их вызволение. После бракосочетания молодые сняли небольшую квартиру, а также приобрели три, на их взгляд, самые необходимые вещи в хозяйстве – бильярдный стол, фонтан и породистую гончую. Сейчас у пары четыре дочери – Анфиса, Евдокия и Уанна, Варвара и двое сыновей – Василий и Савва. Режиссер и актер Владимир Меньшов познакомился со своей будущей супругой, актрисой Верой Алентовой еще в студенчестве. Он влюбился с первого взгляда, а Вере Валентиновне потребовалось время, чтобы очароваться этим человеком. Меньшов признается, если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. У Веры была возможность присмотреться ко мне и увидеть, что я за человек. Вскоре влюбленные поженились. Свадьба была более чем скромной и обошлась им всего в 30 рублей. В 1969 году у них родилась дочь Юлия. Постоянное безденежье и отсутствие собственного жилья негативно сказались на их отношениях. Из-за взаимных обид и ссор Вера и Владимир на время даже расстались, но не оформляли развод официально. Их размолвка длилась около четырех лет, но потом к обоим пришло понимание, что они не могут друг без друга. Пара воссоединилась вновь и больше не расставалась. Супруги вместе уже более 50 лет, а перед золотой свадьбой они обвенчались. Актер и телеведущий Леонид Ермольник женат на театральном художнике Оксане Афанасьевой более 36 лет. Их дочь Александра пошла по стопам матери. Она выбрала для себя очень редкую профессию – художника по стеклу. В 2014 году Саша обрадовала родителей рождением долгожданного внука, которого назвали Петром. Леонид души в нем не чает и старается проводить с ним все свободное время. Ходили слухи, что в отношениях Леонида и Оксаны были непростые времена. Ермольник на какой-то момент вроде как увлекся одной молоденькой актрисой. Однако именно рождение внука заставило его вовремя одуматься и вернуться в семью. Актер и режиссер Александр Стриженов встретил свою будущую супругу, актрису и телеведущую Екатерину на съемках фильма «Лидер», где оба играли главные роли. На тот момент они были еще школьниками, а как только достигли совершеннолетия, сразу поженились. Но прежде тайно обвенчались. Александр и Екатерина вместе уже более 32 лет. В браке на свет появились две дочери – Анастасия и Александра. Крепкий союз этих творческих личностей – один из редких примеров в изменчивом мире шоу-бизнеса. Ставь лайк, если понравилось видео и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики. Субтитры создавал DimaTorzok